Крым и Рим. 13 ноября 2019 года, 18-24. Алексей Мартынов. Политолог, директор Международного института новейших государств. В родном Крыму всегда хорошо, в любое время года, кроме тех моментов, что были омрачены украинской юрисдикцией. Издержки полураспада великой советской страны крымчане на себе прочувствовали по полной. И неудивительно, что при первой реальной возможности Крым вернулся в родную гавань, в Россию. Также по теме. В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов. В Крым со знакомительным визитом прибыла крупная делегация иностранных журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на. Это все, как откровение, узнают все больше зарубежных парламентеров, пока на уровне общественной дипломатии, активно посещающих российский Крым. Журналисты, эксперты, политики из разных стран мира хотят понять сами, потрогать руками, подышать крымским воздухом, пообщаться с жителями русского полуострова, который отважно и вопреки внешней воле вернулся домой, в Россию. На днях в Крым прибыла большая делегация журналистов из Сербии, Италии, Словакии, Великобритании, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении. Больше 20 ведущих национальных СМИ разных континентов. Международные журналисты в ходе визита побывают в различных районах Крыма, пообщаются с населением и встретятся с руководством полуострова. Прекрасная история. Людям в разных странах интересно, как живет российский Крым. А тут есть, что показать гостям. За прошедшую пятилетку в родной гавани не только супермост соединил полуостров с материком по имени Россия. Тут и дороги появились современные, и вся инфраструктура, и коммуникации, и новые отели, и предприятия. Эти демоны украинские, получив нахапок в Беловежской пуще в 1991-м же мчужину российской короны, не делали ничего четверть века для развития полуострова. Более того, понимая и помня, что взяли чужое и отдавать придется, максимально отжимали, что могли, тихо ненавидя не только русских, в большинстве живущих в историческом Крыму, но и крымских татар, и армян, и других крымчан. В софеде прокомментировали заявление депутата Бундестага о Крыме член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цыков в беседе с Фана оценил заявление депутата Бундестага Антона Фризена. Я помню, как в мае 2015 года председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сумел уговорить посмотреть своими глазами на Крым, пообщаться со счастливыми людьми большую делегацию французских сенаторов. И несмотря на сопротивление политических властей Пятой Республики, французские сенаторы прилетели в русский Крым. Тогда сенатор Тьерри Мариани произнес пламенную речь на французском военном кладбище под Севастополем. С тех пор по линии межпарламентских связей каждый год наш Крым посещают все больше парламентариев из разных стран. Конечно, Россия, в общем-то, плевать на отказ некоторых стран официально признавать реальность российской юрисдикции в Крыму. Но все-таки, гостям у нас всегда рады. Тем более, что сегодняшний российский Крым – одна из самых инвестиционно привлекательных территорий роста для многих инвесторов мира. И, конечно, из-за конъюнктурной глупости некоторых политиков капиталисты не хотят терять свою прибыль. И в общем не важно, кто быстрее признает официально Крым российским регионом – Израиль или Турция. Важно, что на следующий день тут выстроится очередь. А когда окончательно рухнет украинская пародия на государство, многие страны будут биться за инвест-контракты в Крыму. В сегодняшнем режиме как бы ни признание знаю десятки бизнесов с участием европейских и других западных предпринимателей в Крыму. Бизнес – это рисковое дело. Кто рискует больше, тот в итоге получает все. А пока в жанре народной дипломатии в Крыму гостят журналисты, эксперты, политики. В прошедшем курортном сезоне Крым в отпусках посетили не только почти 6 миллионов российских граждан, но и несколько тысяч туристов из разных стран мира. В том числе из Европы и США. Такая вот изоляция. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Корректор А.Кулакова